Здравствуйте! Вы смотрите программу события. Вечер суббота. Это значит, что пришло время вспомнить, какой была прошедшая неделя. Я Марьяна Мирна и наши корреспонденты расскажем вам о самом важном и интересном. Гостем Самары на этой неделе стал вице-премьер правительства России Виталий Мутко. Он оценил ход строительства объектов к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Самар-арена, Московское шоссе и гостиницу. По его словам, на главной спортивной стройке, цитата, колоссальный прогресс. А сам стадион он рекомендовал сделать более теплым, чтобы болельщикам было комфортно в любое время года. Подробности визита в репортаже наших корреспондентов. Через полтора года Самарская арена примет шесть матчей мирового первенства, четыре группового этапа, в том числе и матч сборной России, одну четвертую и одну восьмую финала. По информации генерального директора строительной компании, работы идут с незначительным отставанием от графика. Готовность объекта 50%. Продолжается монтаж временных поддерживающих и основных металлоконструкций. На прошлой неделе начались работы по остеклению трибун. Сейчас на объекте задействованы около 1700 рабочих и 140 единиц техники. Все работы на Самаро-арене должны завершиться в декабре 2017 года. В ходе рабочего визита осмотрели и гостиницу, которую обещают сдать уже в декабре. Построены два этажа паркинга. Уже там заведена кирпичная кладка, ведутся отделочные работы. Монолит можете созерцать за моей спиной. Работы ведутся круглосуточно. Суббота-воскресенье. Думаю, что и практически уверен, что график мы соблюдем на 100%. Темпы строительства оценил вице-премьер страны Виталий Мутко. Впечатлениями от увиденного он поделился на расширенном совещании по подготовке Самары к проведению чемпионата мира по футболу. С точки зрения концепции проведения чемпионата, Самарский регион – один из важнейших. Программа подготовки включает 82 инфраструктурных объекта. На совещании Виталий Мутко высоко оценил и подготовку спортивной инфраструктуры. Отметил необходимость создания в ближайшее время службы эксплуатации стадиона. Особую оценку получила концепция размещения футболистов и болельщиков. Прогресс за последние два месяца колоссальный. Это надо отметить. И, в принципе, мы видим, что строитель возвращается по настоящему в стройку. Концепция размещения гостеприимства, она отработана. Мы, Николай Иванович, посмотрели сейчас последний объект лотоплаза, который там строится. В общем-то, каких-то там тревог тоже нет, но в целом все равно надо держать это на контроле, потому что здесь для нас это важно. Это гостиница, которая будет принимать команду номер два, так условно. Поэтому она очень важна с точки зрения концепции проведения и подготовки чемпионата мира. Осталось, по большому счету, год практически такой активной работы. Это уже не так много времени. Мы знаем, представляем, объем работ пока очень большой. Но мы видим, что все реально можно реализовать. И на стадионе я согласен с вами, что там сейчас активно идет движение. Мы будем любую помощь оказывать, может быть, в технике, в людях. Или подрядные организации какие-то дополнительные. Также была отмечена серьезная работа по реконструкции Московского шоссе, которая после окончания стройки на порядок улучшит качество транспортного обслуживания жителей и гостей Самары. К чемпионату мира по футболу на ремонт дорог в Самаре потратят около 20 миллиардов рублей. Особое внимание в следующем году уделят также благоустройству города и реконструкции фасадов домов. Марина Кравцова, Лариса Шалафас, Артем Сулайманов, События. В том, что Самара-арена не замерзнет, можно быть уверенным на 100%. Теплом и горячей водой новый стадион обеспечит котельная Жигулевских садов, которая будет полностью модернизирована. Эксклюзивные водогрейные котлы и дымовые трубы. Котельная оборудована по самым современным технологиям. Одним из первых от новых котлов погрелся Андрей Горгуленко. Раньше эта котельная, построенная в 1984 году, в Жигулевских садах отапливала теплицы до нескольких прилегающих домов. Но для стадиона она, конечно, морально и физически устарела. Решить эту проблему позволят два новых мощных водогрейных котла. Именно эти два котла будут обслуживать Самару-арену и всю прилегающую инфраструктуру к стадионам. Мощность каждого из них 30 мегаватт. Этого вполне хватит, чтобы обеспечить теплом целый микрорайон города. Теперь котельной не страшна даже плотная застройка близлежащего района. Подобных котлов по мощности в регионе больше нет. А в России есть только один аналог – в Волгограде. Эти котло-агрегаты сконструировали по особому заказу. Котлы эти готовились индивидуально только под эту котельную, под непосредственно ту нагрузку, которая будет связана с стадионом. Специально заказывались, специально под те мощности, которые у нас предполагаются здесь на стадионе выдаваться. То есть это не конвейерная сборка. Сейчас на котельную устанавливают дымовые трубы высотой в 35 метров. Они обеспечат бесперебойный отвод продуктов сгорания. После этого мы будем подавать уже тепловую энергию на стадион, на ту инфраструктуру, которая будет подключена к этой котельной. Ну и будет проходить режим пуск наладочных работ. Отладка всего оборудования, вывод его в режим. Сейчас на котельной ведутся завершающие работы. Планируется, что она заработает уже в начале декабря. Еще одним стратегически важным объектом в городе стало больше. Практически готов так называемый фундамент для дальнейшего развития. Не только района близ будущей Самара-арены, но и всего города. Эту задачу еще в начале подготовки к чемпионату ставили городские и областные власти. И сегодня она с успехом выполняется. Андрей Горгуленко, Максим Гусев, События. А самарцы тем временем разрабатывают идеи для логотипа к грядущему чемпионату мира. Развернулись настоящие страсти. Специалисты сходятся во мнении, что логотип – один из сложнейших дизайнерских элементов. Он должен лаконично отражать смысл и ценности целого города. Поэтому к обсуждению бренда Самары подключилась общественность и эксперты по пиар-технологиям. Валерия Макарова с подробностями. Те, кто точно знает, как важен продуманный бренд, собрались за круглым столом. Здесь дизайнеры, пиар-специалисты и общественники. Многие из спикеров вошли в рабочую группу, которая курирует создание логотипа Самары. Их профессиональное мнение для властей города важно услышать. Мы ждем как можно большего количества интересных предложений, интересных дизайнерских разработок. Потому что мы в ходе обсуждения поняли, что на самом деле Самара настолько многогранна. С этим соглашаются и специалисты. Самара – город непростой в плане смыслов. На ум приходят сразу несколько символов. Космос, промышленности, инновации. Волга – звание запасной столицы, деревянная архитектура и, наконец, знаменитое жигулевское пиво. Так какая она, современная Самара? Вопрос пока остается открытым. Перекресток путей, Самара космическая – это объединение каких-то смыслов. Вы знаете, даже не важно, будет ли он очень хорошим, этот логотип, или нет. Главное, что люди его сделают вместе, общими усилиями, по-честному проведут эту процедуру. И если о смыслах, которые лягут в основу логотипа, еще предстоит договориться, то план действий для рабочей группы уже есть. Задача номер один – провести широкое обсуждение, на котором сами самарцы определят главные ценности для своего города. Логотип – это не просто какой-то рисунок. Если мы с вами хотим, чтобы он жил, мы должны понимать, что это инструмент коммуникации. Инструмент, при помощи которого город рассказывает о себе своим потенциальным туристам. И, скажем так, знак, под которым горожане будут встречать туристов и к чемпионату миру 2016 года и вообще. Выводы экспертов и общественников лягут в основу технического задания для создания логотипа. А представить свою версию символа на конкурс сможет любой желающий. Эксперты отберут лучшие варианты, а народное голосование определит победителя. Валерия Макарова, Григорий Пешаков. События. Расследование трагического происшествия осени получило новый оборот. Возбуждено уголовное дело по факту смерти матери новорожденных тройняшек. Напомню, 6 сентября на больничной койке скончалась Елена Николаева. В больнице она провела несколько месяцев после операции кесарево сечения. Хронику событий восстановит Валерия Макарова. На грани жизни и смерти их мама Елена Николаева оказалась сразу после рождения сыновей. Вся беременность протекала без осложнений и малыши появились на свет здоровыми. А вот состояние мамы с каждым днем становилось все хуже. По словам родных Елены, врачи объясняли это реакцией на наркоз. Однако через три дня женщина попала в реанимацию. Там в течение двух недель она перенесла восемь операций. Состояние Елены улучшилось, но из ее легких ежедневно откачивали до полутора литра жидкости. Отделения пульмонологии в Пирогово нет, поэтому женщину перевели в больницу Середавина. Там она и скончалась во время очередного диализа. Случаем заинтересовался следственный комитет. Проверка доказала, что Елена умерла из-за недобросовестного исполнения врачами своих профессиональных обязанностей. Это и стало основанием для заведения уголовного дела. На данный момент назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза. Также будут допрошены медицинские работники, как в больнице Пирогово, куда первоначально вступила женщина, где она родила тройню, так и в больнице Середавина, где вступила ее смерть. Пока подозреваемые не установлены. Теперь следователям первого отдела по особо важным делам предстоит выяснить, кто именно из врачей виновен в смерти Елены Николаевой. В данном моменте ничего не ожидаем, пока только на стадии начинается расследование. Следователь пригласил один раз, мне опросы сделал, завтра приглашает второй раз на опрос. Мы надеемся, чтобы было расследование объективное. В семье Николаевых растить в трех сыновей помогают буквально всем миром. Никто без внимания не оставил нашу семью. Помогают как могут. До сих пор питание несут, одежду несут. Матвей, Борис и Глеб растут под присмотром бабушки и двух нянь, что, конечно, затратно. Помочь семье можно, отправив средства на счет, которые вы видите на экране. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Чрезвычайные происшествия, согласно сценарию спасателей МЧС, отрабатывали навыки действий в условиях спортивного объекта. Местом учения стал стадион «Металлург». По легенде, условного ЧП в результате обрушения трибуны пострадали люди. Аварийно-спасательные службы сработали оперативно и профессионально. В этом убедилась Алина Чемерес. На стадион «Металлург» одна за другой въезжают свыше десятка спецмашин. По легенде, во время футбольного матча на одном из секторов произошел взрыв. Обрушилась трибуна. Пострадавших свыше полусотни. Около 30 человек под завалами. К месту условной чрезвычайной ситуации необходимы все службы жизнеобеспечения. Через ЕДДС к месту необходимы автобусы в количестве пяти единиц, спецтехника, кран, бульдозер. Пожарные, спасатели, полиция и медики на ликвидацию последствий условного ЧП стянуты все службы. Главная задача учения – отработать схемы взаимодействия, чтобы в реальной ситуации сработать быстро и слаженно. Когда имеется завал, у нас имеется различный гидравлический аварийно-спасательный инструмент. То есть где-то откусить, где-то приподнять, разжать и так далее. Работа спасателей – это разбор завалов имеющимся инструментом и вынос на носилки найденных пострадавших. Задачу аварийно-спасательным службам усложняют новые данные, которые то и дело появляются в сценарии условного ЧП. Специалисты объясняют – когда трагедия случилась, в первые минуты нет никакой сопутствующей информации. После проведения первых мероприятий по разведке эта информация появляется, и начинаются дополнительные требования по привлечению сил и средств. Это может быть или дополнительная инженерная техника, если это сложный характер завалов. Это привлечение кинологических расчетов, если необходим поиск людей. Это мобильный узел связи. Такая машина выезжает на все крупные ЧП. Ее задача – обеспечить связь в любой ситуации при любых условиях. Здесь мы можем видеть различные рации, взаимодействие с флотом и с авиацией. Интернет обеспечивает спутниковая антенна. Здесь есть телефон и оборудование для видеоконференций. Командно-штабные учения в Самаре плановые. Объект – стадион. Выбрали в виду грядущего чемпионата мира по футболу. Сегодня все службы с задачей справились. Это уже второй этап учений. На первом тестировали знания теории. На третьем этапе проверят готовность гражданской обороны. Насколько быстро самарские предприятия способны перейти с мирных рельс на военные. Закончится учение 24 ноября. Алина Чемерис, Игорь Мурченко, Константин Головин. События. А вот штрафы за незаконное размещение рекламы совсем не учебные, а настоящие. До миллиона рублей заплатят нарушители. В Советском районе обнаружили сразу несколько рекламных конструкций вне закона. Сотрудники Департамента городского хозяйства вместе с полицейскими в такие рейды выходят регулярно. Насколько эффективна борьба с нелегальными билбордами, выясняла Олеся Корецкая. Улица Дебенко. Новый жилой микрорайон. Большой торговый центр. Активное движение. Вдоль проезжей части десятки рекламных счетов. Две трети из них стоят незаконно. Автостоянки появились здесь пару лет назад. Владельцы получили разрешение, арендовали землю у собственников, поставили ограждение. Получается, нелегальные рекламные счеты стоят на частной территории. Частная территория может быть частная, настоящая, да, либо просто самозахват, огороженная территория, на территории которой находятся счеты. Мы сегодня работаем по территориям, которые огорожены, которые являются автостоянками официальными. И на их территории по два незаконных счета. В Самаре больше трехсот незаконных рекламных конструкций. Половина из них стоит на частной территории. Это осложняет работу. На проверку сотрудники департамента городского хозяйства выходят после каждой жалобы. В помощники берут полицейских. Суровые охранники в виде людей в форме становятся более сговорчивыми. Я уже как-то раз к вам уже подходил. Да, 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 я же вам сказал, эти счеты не наши. Мы территорию арендуем. Все вопросы, вот, пожалуйста, напротив здания стоят. Все вопросы у вас нет. Владельцы стоянок, в свою очередь, чаще всего на местах отсутствуют. А если удается с ними встретиться, пожимают плечами. Знать не знаем, чьи щиты. Вы от себя беспонятны. Ну, он же стоит на территории вашей стоянки. Я не знаю. Рекламные конструкции в городе, независимо от того, на какой территории находится, должны иметь разрешение. Получить его несложно. Нужно собрать документы и внести плату. Сумма в разы меньше штрафов за незаконное размещение рекламных конструкций. Административное наказание для индивидуальных предпринимателей и организаций – от 300 тысяч до миллиона рублей. Если владелец билбордов не найдется в ближайшее время, предписание «убрать щиты» получат собственники стоянки. И они же обязаны будут щиты демонтировать – сами или через суд. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов, События. Ледяная пробка стала проблемой для жителей шестой просеки. Порыв водопровода привел к образованию ледяного панциря, и участок мешал движению машин и пешеходов. Аварию устранил водоканал. На месте побывала Алина Чемерес. По словам очевидцев, дорога обледенела несколько дней назад. Этот небольшой путь люди проходят с особой осторожностью. Жителям приходится делить тротуар с автомобилями. Машины буксуют на льду и не могут проехать. Алексей Баскаков этой дорогой часто ездит в поликлинику. Преодолеть скользкий асфальт помогают 20-летний водительский опыт и внедорожник. Но далеко не всем удается с легкостью проехать по льду. Видите? Вот. То есть он сейчас будет пытаться вылезти, потому что в противном случае он упадет туда в колею и может там застрять. Он же переднеприводный. Вот, смотрите, как она буксует. Вот вторая машина. Девушка, смотрите, сейчас она поедет на тротуар, ей деваться некуда. Люди из близлежащих домов теперь ходят здесь осторожнее. Очень опасно и мы, опять же, тут хорошее у нас. Получается такое место для прогулок с коляской, а тут все машины заезжают на тротуары и, соответственно, не погуляешь. Ходить по таким дорогам, наверное, тяжело, особенно тем, кто не на машине передвигается. Вот. Я здесь не живу, здесь работаю, но тоже удивилась, откуда такое количество. Я не знаю, наверное, вода текла, я даже понять не могу, что это такое. С резким наступлением холодов порывы труб случаются по всему городу. Виной всему законы физики, металл остывает быстрее, чем почва. Заявление в водоканал жители домов на шестой просеке подали в пятницу. Решить проблему сначала планировали в понедельник, но из-за большого количества порывов сроки пришлось отодвинуть. Водоканал отрабатывает заявки согласно приоритетам. В первую очередь это предприятия жизнеобеспечения, это социальные какие-то объекты, объекты, например, которые дают отопление, куда мы подаем воду. Потом это жилые дома, чтобы у нас не остались без воды. Потом центральные улицы, какие-то транспортные магистрали, места, где большая проходимость, где много транспорта ходит, чтобы не образовывалась наледь, чтобы не создавалось неудобство. Ну и затем все остальные утечки. Городские власти требуют устранять повреждения как можно быстрее. Чтобы не экономить на безопасности, а сразу давать заявку и убирать. Сразу давать заявку и убирать, потому что сейчас промерзание, движение грунтов. Я всех ресурсников обращаюсь ко всем управляющим компаниям. Запомните, 20 часов дается время на локализацию, а по управляющей компании это и того меньше. Сегодня на шестой просеке уже начали убирать лед с дороги и чинить трубы. Когда работы завершатся, участок благоустроят, поврежденный асфальт восстановят. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. Информация для автолюбителей. Продажи автомобиля «Лада» в октябре выросли на 13% по сравнению с прошлым годом. И это несмотря на общее падение авторынка. На «Автовазе» считают, что это благодаря новым моделям «Икс-Рэй» и «Веста». Причем «Веста» в пятерке самых продаваемых машин в России. Об этом рассказали во время экскурсии по заводу, на которую пригласили 20 победителей специальной акции. О перспективах тольяттинской марки Марина Кравцова. «Лада» уже не та. «Вазовские авто» вышли на новый уровень. Масштабы производства поражают. Оснащение цехов, оборудование и слаженная работа сотрудников – все на высшем уровне. 20 счастливчикам со всей страны показали, как производят двигатели, линии сварки и сборки автомобилей на платформе «Б-0». Как раз здесь и делают городской кроссовер «Икс-Рэй». «Они посмотрели производственные площадки, как собираются наши автомобили, как изменился «Автоваз» за последние несколько лет, насколько более современные технологии производства сегодня мы применяем». Один из новых флагманов «Ваза» «Икс-Рэй» обрастает дополнительными опциями. Он получил 17-дюймовые колеса с шумоизолирующими подкрылками, функцию отключения системы контроля устойчивости и антипробуксовочной системы. Новые стилевые решения в интерьере. Популярность моделей «Веста» и «Икс-Рэй» стремительно растет. И не случайно именно яркий кроссовер стал главным призом специальной акции завода. В новой акции «Автоваза» принимали участие более 20 тысяч человек из самых разных уголков России. Ничего особенного им делать не пришлось. Необходимо было просто заполнить заявку на сайте, взять на тест-драйв любой автомобиль «Автоваза» и написать свой отзыв. Победителя выбирали случайным образом. Именно ему и достанется главный приз – автомобиль «Икс-Рэй» в максимальной комплектации уникального цвета «Сердолик». Ключи от новенького авто победитель Михаил Яковлев из Оренбурга получил из рук президента компании «Николя Мора». Михаил за рулем три года. С вазовскими машинами хорошо знаком. Об «Икс-Рэй» мечтал. Его и брал на тест-драйв. В автомобиль буквально влюбился. Разница колоссальная, конечно. Это большой шаг вперед. Мне кажется, достойные конкуренты. И на марках за такую цену, мне кажется, по качеству ничем уступать не будет. Поэтому это шикарный выбор. Вы имели возможность убедиться, что новые автомобили «Лада» действительно очень современные и надежные. Все ваши рекомендации, которые вы сегодня сделаете, мы будем использовать при разработке новых автомобилей. И надеюсь, в ближайшем будущем весь модельный ряд «Лада» будет переработан в соответствии с вашими пожеланиями. В ноябре проходит второй этап акции «Познакомься с «Лада». Условия участия и призы остались прежними. А завод продолжает модернизировать модельный ряд. К производству готовится «Веста-эксклюзив» с кожаной обивкой сидений и руля, подсветкой салона в ногах пассажира и водителя, хромированными молдингами на дверях. А во второй половине следующего года на дорогах должны появиться «Веста» в кузове «Универсал» и вседорожная кросс-версия. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События. Изучать историю – увлекательное занятие. В этом убедились участники краеведческого турнира. В нем приняли участие студенты средних учебных заведений города. Главной темой стало присвоение Самаре звания «Город трудовой и боевой славы». Чтобы выйти на интеллектуальный ринг, команда основательно подготовилась. Круг вопросов – история родного края. Формат по образцу игры «Что, где, когда». В Самаре состоялся турнир по краеведению участники 10 команд из средних учебных заведений города. По словам студентов, перед соревнованиями в эрудиции они хорошо подготовились. Оставались после пар, настраивали свой боевой дух, поэтому мы готовы. Мы живем в этом городе, мы должны гордиться своим городом. Начало игры – представление команды. Это своего рода домашние задания. Далее – вопросы и ответы. Главная тема – Самара, город трудовой и боевой славы. Знание заслуг Самары Куйбышева в военные годы сегодня должно стать достоянием каждого жителя города. Без знания истории своего края мы не можем знать истории своего отечества. Следовательно, мы не можем вырастить из молодого человека, настоящего гражданина и патриота отечества. Поэтому подобные мероприятия заслуживают всяческого уважения, похвалы. И чем больше их проходит, тем лучше будет для детей и внуков тех, которые сегодня сидят в зале. Организатор турнира – Самарский дом молодежи. Предусмотрены и призы, такие как посещение музея «Самара космическая» и арт-экскурсии по городу. Когда мы объявили о том, что мы собираемся проводить такое мероприятие среди учебных организаций, у нас был достаточно широкий отклик, и очень много ребят захотело принять участие и посоревноваться в своих знаниях об истории города. Впрочем, как показали эти игры, главный их итог – то, что ребята поняли, что изучать историю родного края – это на самом деле очень увлекательное занятие, которое, к тому же, может пригодиться в жизни. Олег Зверев, Сергей Баскин, События. «Великий Карл» – так современники называли художника Карла Брюлова. За портретами к мастеру выстраивались очереди. Посмотреть на работу художника могут и самарцы. Выставка открылась в областном художественном музее. В экспозиции представлены 39 произведений живописи и графики, которые привезли из Государственного русского музея. На открытии выставки побывала Лариса Шалафаст. Выставка охватывает почти все периоды творческой эволюции художника. Здесь есть ранние жанровые сценки, монументальные росписи и исторические полотна, которые занимают особое место в творчестве Брюлова. Сам художник считал себя именно историческим живописцем. Одна из самых известных работ художника – «Последний день Помпеи». Брюлов посетил этот погибший город в 1827 году и остался под большим впечатлением. Но от идеи до воплощения ее в жизнь прошло долгих шесть лет. В картине отображены две основные темы. Это тема гибели и разрушения, и тема любви и сопереживания. Гений романтической эпохи – великий Карл, титулы которыми еще при жизни наградили Брюлова современники. Художник славился как великолепный портретист. На выставке есть и автопортрет художника. Оказывается, селфи были в моде уже в 19 веке. Есть и незаконченный портрет княжны Ольги Николаевны, дочери Николая I. Искусствоведы говорят, завершить картину помешали испортившиеся взаимоотношения художника и императора. В экспозиции представлена целая галерея образов. В основном это характерные для творчества Брюлова камерные портреты и так называемые портреты-картины. Всякий раз, показывая портрет Тимора, он старался проникнуть в его какие-то переживания, в какое-то сокровенное, и отразить, показать для того, чтобы еще больше передать характеристику, наделял большим количеством каких-то деталей, говорящих. Поэтому все портреты очень интересно рассматривать. В экспозиции представлены и 20 авторских графических работ художника. Познакомиться с картинами Брюлова самарцы смогут до 23 января. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Такой была эта неделя глазами наших журналистов. Удачных вам выходных. И помните, политика в жизни не главное. До встречи.